welcome 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 зрители не дают мне поиграть хотят чтоб я почноц им читал бесполезно и абсолютно вышел патч 7 11 здесь изменения трех чемпионов к ним мы вернемся в последнюю очередь сначала быстренько прочитаем то что касается минимальных изменений арии на всех забесила и риуты решили немножечко ее ослабить ослабили у нее w усилили ability powerscale на чарме но так как чарм вообще кидаете один раз не коммунист да еще хреном попадете это не особо что-то усилит ее но и spirit rush ульта ослаблена на 5 процентов довольно прилично получается 5 процентов здесь 10 процентов здесь снято зато дали 10 процентов на чарме которым надо попадать но намек на то что только скилловые ари будут тащить скилловые ари сильно не пострадали что касается кейтлин а ее хэдшот бассивка больше не прокается с руна на хурика на прокается только по одной цели по не по трем как это было раньше это главное ее изменения но и еще есть второстепенная где у нее начальную скорость атаки отобрали немножко но при этом увеличили бонус атак спида за level up ну то есть это намек на то что в лейте она останется такой же в начале чуть-чуть будет медленнее то авто тащить но там процент незначительно также не обращать на это внимание доктор мунда риуты давно его что-то пытаются вернуть все как-то несколько патчи подряд его бафует кто не замечает я вот это замечаю а так дэмэдж grow статс у него увеличили на приличное число с троечки до трех с половиной это сколько процентов получается 20 процентов до 1 6 на 1 6 усилили его это софта атаки намного больше урона будет flight game от него да и на линии это уже будет ощущаться w урон увеличен на пятерочку но как в шутку можно подсчитать 4 секунды урона это лишняя двадцатка двадцатка урона с w в лейт гейме конечно это вообще не будет ощущаться потому что обычно w он не берет он максит либо ешку либо кушку на линии в зависимости от того против какой линии стоит если тяжелая линия эту кушку если легкая то ешка ну а w усиление спасибо им конечно но лучше бы что нибудь сделали крутое как и 9 ad к 18 левелом у я тоже такой говорит и хз ну 9 ad к 18 левелом каждый твой автоатаки это даже больше чем здесь двадцатка за четыре секунды лисин не читал я кстати вот это что-то пропустил ночью когда смотрел этот патч канал и баффет он плейсин квартал овен клейту кури плейсин хопана варен хайли альянси environment но он горворкс выезде quick self-cast settings не совсем понял я так понимаю теперь вы можете сразу же когда ставите вард прыгать на W нету никаких миллисекунд остановки и те у кого хороший пинг смогут это делать мгновенно но вот что вот это значит я не совсем объехал так что это колесин мейнера а по поводу w и его хочется прям вот зайти и почитать потому что мы сегодня очень долгие обсуждения устроили на стриме на тему того на что можно прыгать через его W и мне вдруг стало интересно действительно на что тоже можно прыгать сейфгард can be used on any touch table а лет юнит чемпион смене ансвард димасия штандарт жопку идите да ребят но все он трэп и латерн жопку идите два раза кроме tower и ингибиторов кто был прав виви был прав как обычно как обычно я правильно прочитал правильно прочитал на все на что можно навести мышку на все можно прыгать чемпионы миньоны варды и мышку нельзя навести на димасия штандарт поэтому отдельно записан этот пункт нельзя мышку нанести наверное на ног сестрапы хотя вроде бы можно на грибы тима наводить хотя не уверен когда ты в своей команде грибы расставляет можно ли на них наводить мышку типа увидеть гриб сколько там времени можно на все это прыгать ребят все чатик нюб и виви мужик правильно что идет дальше люциан у нас нет я говорил что если нельзя на штандарту значит и на фонарь нельзя в том-то и дело я был за то что на фонарь можно как и на штандарт но вы меня начали сбивать так что не надо ляля перематывай назад видосик что я говорил ладно люциан кухань си улица на piercing light увеличили монокост в лейтгейме не сильно повлияет на игру вообще забейте это даже бесполезное изменение вот что интересно я мало фито теперь скелет от армора еще больше чем было раньше лишние 10 процентов добавили на его ешку учитывая что он обычно ешку как раз и максит на линии это довольно приятненько улучшение малфита это на линии может очень сильно сказаться маукай 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 изменение его несколько патч подряд риут и все пытается придумать и мне понравилось что маукай стал саппортом который закидывает грибами кусты и ваншоты от людей они убрали они грибами но вы поняли своими сапплингами они убрали сапплинга в силу но и начали все с этим химичить и на химичили насколько вы давайте смотреть пассивка колдаун у нас остался тот же но он раньше набирается этот колдаун 1 6 11 левел раньше был первый девятый пятнадцатый бейс хэлф у нас уменьшен очень сильно но при этом увеличен максимум от максимум хп маукай бс хэлф это вот мне нравится это означает что если ты хп не собираешь аля снова режут саппорта маукай хотят его вернуть на топ либо в лес спасибо за донат но придется подождать кто там за донатил и что дать паспорта кокама поддержал на 100 рублей поддержал на 100 алоха алоха тебе друг как там в этой алоха и так что у нас было это пятьдесят первый штат же да почему у меня сочи в голову идет никакой не сочи и не крым пятьдесят первый штат как он называется но там еще все на этих ездит там еще акулы чаще всего нападает на людей ноги отгрызают акулы кучу пусть будет сочи ладно саплинги два процента гавайи гавайи один процент теперь только максимум хэлф за 100 били типа раньше было два максимум хэлф за 100 били типа урэд намек на то чтобы его в обилити пауэр точно не играли перь перь там еще и пирт харбор был да там еще пирт харбор был и оттуда же из футурамы их адвокат был адвокат саплинг муман спит уменьшен на 400 с 425 и раньше было еще увеличение за счет левелом у каи теперь увеличение идет за счет ботинок му каи вот это интересно ботинки му каи дают 425 загрэйжены до максимум 445 загрэйжены мобилити или свиф на 460 это любопытная тема гермес гермес да его звали брошь саплинг 102 тика 50 процентов теперь 67 67 но это по сути выровнена если два саплинга взрываются то 67 это больше чем 50 но если один взрывает стоит не особо выгодно это 100 получать 67 меньше чем 100 надеюсь вы поняли о чем я говорю потому что я сам с трудом понимаю чем я говорю брошь саплинг дюрэйшен сколько они висят там раньше до 70 секунд если максить этот спел теперь 30 секунд плюс два с половиной процента от бонус халфа тут надо считать но мне в лом я калькуляторы не беру про это мы говорили сегодня у рениктона назад откатили патч 7 9 и 7 10 вернули на 7 и 8 как он был ничего у рениктона там не было изменений каких жестких все изменения касались только механики чемпиона откатили назад на ту механика которая была любопытно сиону w ап 0 очень сильно кулдаун с 13 секунд 11 и от максимального количества хп в лейтгейме два процента лишних добавляется урона у синдры w меньше area of effect теперь почва которую задевает она своей w гораздо меньше и и вот интересный нерф ясо я не понимаю зачем он вообще нужен но он произошел ребят ясо кушка пассивка кушке висит теперь не 10 секунд а 6 секунд всего лишь следовательно у вас есть всего 6 секунд чтобы свой ветер кинуть либо всего и 6 секунд чтобы настакивать постепенно свою кушку такие дела ребят начале игры почти не похорастите своей кушкой издалека но и зако изменения абсолютно логично и давайте смотреть что изменилось е ворнинг индикатора пирс ворнинг индикатор куда приземлиться зак появляется не за 0 75 секунды его приземления за секунду вы увидите куда зак приземлиться это дает время реакции вам чтобы вы могли от флешатся это мне нравится там пытались баги убрать или никто на но не получилось да потому что тогда механика ренектона ломается полностью я помню эти на и еще какие-то изменения ремайндер нам мачевая шпит одишенал бейс дэмэдж нерв халфа и труды патч а они говорят что из-за того что у него они максит хп но все равно доносит очень много урона и из-за этого они решили уменьшить стрейчинг страйк страйк бейс дэмэдж у него стрейчинг страйк это что вообще это что за спел я не знаю что такое стрейчинг страйк это видимо кушка по логике и уменьшили до 70 урон со 120 это базовый урон просто уменьшили ну и вот последненькие небольшие изменения потом их чемпионов быстренько вернемся не будет больше обисал сцептера ребят теперь обусал у нас называется обусал маска и у него новая картинка там маска фиолетового цвета бандши вейл цена увеличена на 300 но вместе с этим увеличенный маг рез который она дает до 60 это очень хороший предмет все еще ребят не волнуйтесь она того стоит как говорится 300 золотых 15 маг резать примерно такая цена и должна быть бы эту фрунин кинг риуты все не могут с ним определиться сколько шум лайфстил это должен давать хотите вам реальные числа назову как он скакал у нас когда он появляется дает 15 потом они повышают его до 20 потом умешает уменьшает его до 15 потом уменьшает его до 12 потом уменьшает его до восьми потом увеличивают его до 10 и теперь последний был патч увеличение его до 15 и теперь они возвращают снова к 12 риуты не могут все еще определиться сколько шум должен давать лайфстила ребят определитесь спасибо guardian angel картинку поменяли мне картинка предыдущая больше нравилась но наверное эта картинка больше похожа на вагину и поэтому им это нравится больше но как-никак в рита легенд играет девочки для девочек же игра ninja tabi damage reduction решили риуты назад вернуть к десяти процентам как и было всю жизнь был экспериментальный патч там всеми один по моему сделали 12 процентов ninja tabi damage reduction с автоатаки убрали они это назад теперь 10 процентов будет снова но все но дни же таби будет хорошим предметом можете спокойно собирать что касается медальона я вообще не понимаю что это за изменение 25 золотых отобрали видимо не хотят они что было не точное число видите 2425 стоил 2400 теперь стоит теоретически дешевле но блин в это даже не почувствуете четыреста восемьдесят 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 да ты опасен и вот они живые существа про которых я говорил риуты по сути манам сейчас об этом сразу же в открытую и говорят больше эти существа не дают крип статс элизовские спайдерлинги и хеймерские башни и лаоиски и тентакли мальзахаровские бойдлинги коробочки шака юрик призраки и сам этот дарк процессион мальзахаровские ростки больше они все не дают крип статс теперь если вы их убиваете деньги зарабатываете но похвастаться статистикой не сможете и убрали они надпись сверху про флоутинг она типа летала или что делать не совсем понял что это значит это надо увидеть в игре как это будет короче эффекты крауд контрола теперь будут как-то по-другому отображаться во время файта когда на вас накидывается вы помните были надписи сверху что с вами произошло теперь она не будет летать над вашей головой и не совсем понял что это значит это надо в игре увидеть баны появится пять банов у каждой из команд понятное дело в костюм геймсе осталось как и старая система все еще так и у нас теперь возвращаемся быстро как чемпионом три чемпиона жесткие реворки произошли главное из них касается рексайки уменьшили количество хп которое у нее растет изменили ее пассивку теперь пассивка всегда зарабатывать сразу 25 стаков до 100 стаков вам надо добраться 25 стаков причем вы зарабатываете их из-за абилити спела которые накидывать то есть из скил понимаете то есть вы выкапываетесь даете автоатаку плюс 25 даете кушку плюс 25 даете автоатаку плюс 25 а и вы же еще выкопались через w значит и уже соточка есть сразу же быстро нас так или пассивку вот как она работает но зато из-за этого рио ты решили жестко за нерфить реген который давал это пассивка раньше давалось 25 450 на 18 теперь дается 200 190 но с другой стороны в течение 3 секунд здесь в течение 5 секунд было тут надо пропорцию составлять чтобы понять на это нерф или может быть даже баф потому что 190 в течение 3 секунд за восстановите либо 5 450 в течение 5 секунд ну идем теперь спеллом ее кушка увеличен атак дэмэдж скейл но уменьшен сам по себе урон кушка подземная наносит теперь только физический урон и у нее есть скейл очень сильный но при этом сохранили все еще абилити пауэр скейл кушка подземная теперь очень сильный спелл на самом деле выкапывание наносит гораздо меньше урона но при этом при этом ребят подкидываю все так же всех игроков но не правильно теперь она подкид Vel'e подкидывает одного на двами остальные раскидываются в разные стороны и раньше пассивка на всех кого вы подкинули срабатывала и вы не могли снова подкинуть теперь же такого нет ну не можете подкинуть только эту цель еще раз остальные же вылетели на расстояние 250 это половина флэша ну чуть больше половины флэша и можете их снова подкидывать это круто откат иммунитетов 10 секунд на всех лавалах рик сайка теперь может под землей выкапывать цветы растения но это вот те штуки которые расставлены на карте шишки растения и цветочки это она может все выкапывать будучи под землей ешка колоссальное усиление этого спела раньше он был 120 процентов total атак дэмэдж просто а теперь у нас идет 90 плюс 85 процентов от вас его от вашего бонус атак дэмэджа намек идет риутов на то что они не хотят видеть джанглером рик сайка они хотят видеть ее топпером брузером и как топпер брузер она очень сильно сейчас стала как мне кажется играйте тестите но можете попытаться в лесу но она как лесник остается все еще неплохим но все же это уже не танк совсем не танк туннели в лейтгейме можно будет кататься через них каждые 2 секунды кд на них довольно чуть-чуть понизили но в начале почти не изменим не изменилась а вот реэнтри в туннеле очень сильно поменялось 10 секунд до 2 раньше с 10 до 6 здесь и до 6 можно было только в туннеле лазить теперь с 10 до 2 что касается войд раша все вот все спрашивают что все ультой случилось ульта работает очень интересно вам нужно сначала попасть вашей пассивкой вот этой пассивкой кушкой накинуть на оппонента пассивочку это пассивочка держится в течение 5 секунд и тогда вы можете прыгнуть на этого человека когда вы прыгаете вас остановить невозможно вы просто прыгаете под землю выкапываетесь под него сразу же срабатывает мгновенно считается что w сработало потому что вы его подкинули и помимо этого помимо этого вы раскидываете всех вокруг игроков но еще наносите урон как у варвика мгновенной и этот мгновенный урон просто бесконечный 400 ад плюс 160 процентов от атак дэмэджа то есть собрали предметов на 200 на 200 ад получили сколько 320 320 лишних получили и 30 процентов missing health если у человека меньше 30 меньше 50 процентов хп он мертвый он мгновенно мертвый кто бы это ни был вы просто ультой убиваете его но есть проблема небольшая от этого спела можно увернуться как от подкидывания рикса ки можно увернуться в игре на обычно так и здесь надо просто вовремя затаймить флэш и нажать откат спела очень быстро 60 секунд в конце игры range полторы тысячи идем киндредки я тут краем глаза почитал в основном из нее пытается сделать чистого маркс мэна убрали ее собственную пассивку которая была раньше увеличили кстати да а дэк гроу статс это связано с тем что у нее атак спит убрали очень сильно теперь она какую-то херню собирает по карте насколько я понимаю и с каждым стаком у нее увеличивается range автоатаки за каждый четвертый стак на 25 range увеличивается а когда она добирается до 4 у нее получается раньше на 75 я не совсем понимаю что это значит но надеюсь это не значит то что я думаю что раньше ее автоатаки увеличивается так сильно что вы теоретически можете сделать ее где-то под 700 под 800 рейнджа чемпиона в лейтгейме как три стана только еще дальше а если вы соберете рапидку то это вообще жесть какая-то будет плюс к этому всему стаки добавляют разные усиления ваших обилок ваша кушка начинает пять процентов дополнительного урона за стак наносить ваше w 0 ну пол процента за стак добавляется урона и вашей ешки то же самое пол процента за стак может быть здесь опечатки тоже хотели пол процент они держат так спит до 5 процентов вполне логично тоже атак спит что касается самой кушки когда вы ее прожимаете вы получаете 10 процентов атак спида на 4 секунды и если вы атакуете ту цель на которую вы накинули свой стак то это еще лишние пять процентов сам по себе урон здесь увеличили 65 процентов вместо 0 вместо 20 было ну и дэш спит помните это прыжок кто не помнит это прыжок со спеллами в разные стороны но когда вы нажимаете вы еще получаете бонус атак и прыжок сделали в дальше не 400 как флеша 500 то есть еще дальше можно прыгать что касается w что-то сделали с волком не совсем понял у него рейндж больше стал насколько я понимаю но дополнительный урон наносит зависимости от количества хп врага ну плюс за каждый стак но зато уменьшили сам по себе урон а да и главное сделали что это магический урон вот про это я забыл это магический урон теперь будет вульф вроде будет как бы полезен а вроде бы и нет но волк который ходит с вами ну и ешка осталось такой же как и было только цифры другие раньше была цифра пять процентов теперь цифра восемь процентов только там было максимум хп здесь миссинг хп чувствуете чем меньше хп осталось у врага тем выгоднее кидать ешку ну и за каждый стак и то что вы собрали в лесу еще 0 5 добавляется но сама оде уменьшили но зато увеличили бонус атак дэмэдж намек идет на то что ей нужно инфин собирать ей нужно bt собирать ей нужно стирак собирать это все увеличивает ее бонусные а д урон и проценты здесь очень хорошие 65 80 здесь от атак дэмэджи 02 на цена магический урон так что забейте ну а вот это вот пассивка это интересно надо думать за каждый стак который вы собираете в лесу вы получаете себе дополнительные 25 ренджа начальный раньше у нее 425 если я правильно помню маль захар честно небо даже не хотелось читать потому что я не особо понимаю чудес написано дело в том что я за маль захара не играл ну то что я понимаю сейчас прочитаем на w тут апдейт просто произошел это не реворк он больше стоит маны 8 секунд кулдауна убрали что-то что-то это чарджи которые накапливались у вас каждые 20 секунд в конце каждые 16 секунд теперь я так понимаю у него всегда есть два чарджа и он их может прокастовать одновременно но я не совсем езжай чуть такое и cast range вот это вот самое главное уменьшили колоссально 450 до 150 он только вплотную может вызывать своих воин лингов ну тут видите саму нет воин лингов плюс еще один воин линг за каждый стак gathering сварпа идет так у него 3 мог может быть воин линга и еще два газа ринг сварпа не значит все значит но видимо 5 воин лингов максимум если правильно я понимаю то что здесь написано раньше то он их накапливал два было начальных и можно было накапливать если долго не воюешь потом их вызвать до 8 штук там до 7 с кушкой уменьшили кастаем гораздо быстрее она прокастовывается зато потом какой-то delay есть еще 0 4 секунды правда не значит значит но и ability power увеличили ability power на ешку увеличили скейл и увеличили ability power скейл на эрку это все намек на то чтобы маль захара играли как не саппорта как мид лейнера может быть то плейнера но не советую вообще это пробовать потому что какие-то изменения совсем тупого тупорельские но и в общем то все ребят патч проверочные предметы никто не трогал толком это изменение это нулевые ерундовые картинки только обратите внимание но и все ребят вот и весь патч можно идти дальше смотреть лкс